Добрый день. Я Легкоступ Анатолий Михайлович, житель Славянского района, участник движения «Зелёный олень», которое де-факто существует давно, до июля сейчас оформлено. В этом году, летом этого года, шеловцы озвучили, что они проведут встречу наших активистов, повезут их в Соединённые Штаты Америки, в штат Менсильвания или ещё куда-то, и скажут, как это хорошо, какое-то великое счастье, добывать сланцевый газ. Долго эта проблема шла, списки составлялись. И вот однажды, это в июне месяце было, у нас была встреча с шеловцами в городе Донецке, в библиотеке Крупской, где пришлось мне резко выступить и сказать примерно так, так что вы возьмёте там своих, как бы их назвать помягче, которые за сланцевый газ, хоть 10, хоть 20 человек берите. Я предложил, а вы меня возьмите, одного, вашего врага категорического, который категорически против добычи сланцевого газа, и у нас на Юзовском месторождении, в частности, и в Украине вообще. Ну, шеловцы сказали, что там была официальная заявка, мы её тут же мгновенно сделали, и из Киева мне перезвонили, что да, меня включили в список тех, кто заявляет о желании поездки. Ну, прошла неделя там с небольшим, приходит ответ, что меня не включили туда, в эту поездку. Ну, причина, естественно, для меня, понимая, одна единственная, потому что я открыто сказал, что я ваш категорический враг, потому что все встречи с вами, хоть на вышках, хоть в залах, проходят под одним девизом. Сплошное враньё от первого до последнего слова. У нас уже много материалов в зелёной ленте, которые показывают, что компания Шилл, несмотря на все обещания там инвестиций, всяких социальных проектов и так далее, не делает ничего, она преследует свои корыстные цели, вот, поэтому таких, как я, в Соединённые Штаты и не берут. А на основании чего они нам написали отказ? Они мне не говорят, почему меня не взяли. Я даже писал в газете «Панорама недели» ответную, как бы, статью, вот, и звонил им туда, есть такая Анна Думанская, она у них по связи с честственностью. Говорю, так вы мне объясните, почему же я туда не попал? По каким показателям? Вот. Нет, мы этого не говорим, это наша тайна. Вот и всё. То есть они не могут открыто, честно говорить с людьми. Они всё время юлят, всё время врут. Поэтому и сейчас я заявляю, что я готов хоть сейчас поехать в те же Соединённые Штаты, но я там буду встречаться не с теми людьми, которых они мне подсунули, а с теми участниками огромного движения в самих Соединённых Штатах, которые против сланцевого газа. Вот этого они боятся. Чтобы наши активисты не встретились с ихними активистами. Мы прекрасно знаем, что там у них происходит, знаем, почему вся Европа против. Вот. Поэтому они туда взяли наших только тех, или почти только тех, которые склоняются, в принципе, что это великое счастье, что это хорошо, что это... И врут всё. Начиная с энергонезависимости, которая якобы нам сулит добыча сланцевого газа. Это тоже ложь от начала до конца. И мы это докажем фактами стопроцентно. Это всё враньё. Поэтому вот такая вот ситуация. На нас сейчас надвигается в прямом смысле смертельная угроза. Если начнётся добыча сланцевого газа в нашем регионе, на Юзовской Малурярке, вот нашей природы ничего не останется. Наш цветущий край превратят в пустыню. И это не просто слова, которые так звучат, лишь бы звучать. Нет. Об этом есть серьёзные доказательства. Главное из них, вот, пожалуйста, вся Европа против. Она не глупее нас, Европа. Поэтому в Европу мы стремимся. А о том, что Европа против сланцевого газа, а мы за, мы этого вроде как не замечаем. Вот это вот главное и основное, что я хотел сказать. Пожалуйста. С вашей организацией «Зелёная лента» есть дел участников. Двух словах. Есть дел участников. Какие у него комментарии? Его комментарии будут, буквально он через два дня будет в Славянске. Мы соберём свой, как бы условно сказать, круглый стол. Наш актив, он нам всем расскажет. С удовольствием пригласим вас, чтобы вы послушали. Это тот товарищ наш, который действительно наш единомышленник, наш соратник, который не поддастся ни на какие подкупы. А там тоже такие, по нашей информации, были попытки. Кого-то купить, кого-то запугать. Это ихние методы. Но таких, как наш Дима Быкова, таких не запугаешь и не подкупишь. Были угрозы? Ну, как угрозы? Угрозы, я не готов сказать, что это стопроцентно да. Но ихние методы, которые они применяют, они методы вот такие. И они боятся честного, открытого разговора. Кстати, вот я озвучивал везде, где только можно. И писал, где только можно. Мы вызываем на действительно настоящее общественное слушание шеловцев, но не в закрытых залах, как закрывают у нас людей подневольных в райадминистрации или в горы с полкона, а вызываем их на площадь, на стадион. Да в чистом поле мы готовы провести, но приходите. И чтобы звать, встретился народ. А не вот те, которые боятся рот открыть, потому что сегодня скажешь, завтра на работу не выйдешь. То есть с людьми, а не с представителями власти. Вот это мы шеловцам заявляем. Вот такую, как бы, условно говоря, перчатку им бросаем. Потому что давайте встретимся. Вы везде пишите. У меня есть ответ шеловцев на запрос депутата народного Азарова. Был запрос, да? Был запрос. А когда был запрос? А вот сразу он подавал это, чтобы не спутаться, по-моему, в августе месяце. Я, кстати, вам могу ее копией предоставить. И что было? Ну и что было? Значит, Азаров написал запрос в два адреса. Проскурякову министру, который подписал. И написал шеловца. Ну, примерно одинаково. Так вот, народный депутат Азаров Алексей Николаевич пишет там. Вступление длинное, а потом пишет. По его мнению, вот наши протестные эти акции, которые мы устраиваем, они происходят, потому что мы малоинформированы. Вот такую чушь написал Азаров. Вот. Мы малоинформированы, мы же не знаем, поэтому тут протестуем. То есть мы как глупые котятки. А шеловцы ответили, я вам предоставлю в редакции этот ответ. Угу. От первого до последнего слова наглое вранье. Ответ шеловцев Азаров. Вот. Я буквально сегодня готовлю его. В крайнем случае завтра. Он у меня есть. И какие прогнозы у вас? У меня прогнозы такие, что если мы, жители Славянщины, жители Изюмщины, жители вот того региона, который называется Юзовская площадка, наконец-то станем народом, а не биомассой, не населением, а поднимемся как народ, чтобы спасти себя, своих детей, своих внуков, свою природу, свою родину, тогда шеловцам здесь места не будет. Мы их просто выгоним. А пока мы сидим по позиции «Моя хата с краю», сидим, замкнувшись в своих домах, в своих квартирах, возле телевизора, на диванах, то они себя чувствуют здесь хозяевами. То есть главная проблема в сознании народа. Если мы поднимемся массово, то никакой шел, никакая другая пакость перед массовостью людей не устоит.